История Софьи начинается так. Плановая операция, которую нельзя отложить в клинике Вердена в Петербурге, а потом пациент с подтвердившимся коронавирусом на этаже. У всех взяли мазки на коронавирус. Как сейчас помню, это было 7 и 8 апреля. У нас взяли мазки, объявили, что мы закрыты на карантин до 23 апреля. Все, сидим все здесь, варимся в своем соку, ждем, когда кончится карантин. В итоге, через пару дней, не говоря о том, есть у тебя ковид или нет, не показывая никаких бумаг абсолютно, часть людей из этой больницы эвакуировали. Короче, эвакуируют нас на скорой. Как выбирали тех, кто поедет в госпиталь ветеранов войн, оборудованные для ковид-инфицированных, а кто останется? Для Софьи загадка. У девушки симптомов вируса не было. Еще один такой занимательный факт, который для меня окажется загадкой теперь, наверное, навсегда. Меня положили в одну палату с бабулей, у которой была двухсторонняя вирусная пневмония, которая просто кашляла невероятно на всю эту палату. Вскоре соседку Софью увезли в реанимацию, а на ее место положили другую женщину, на этот раз с подтвержденным коронавирусом. Но ни в ковидном госпитале, ни в травматологии Вердена пациентов, по сути, не лечили. Лечения вообще нету. Ни персоналу, ни пациентов. Так как мы институт травматологии, у нас нет препаратов. Нас ничем не лечат, грубо говоря, святая вода. Дают антибиотики и противовирусный препарат, и то не всем. И вы знаете, если бы я приехала из-за границы и меня положили на карантин, ну, в такое вот помещение, я бы, наверное, ну, окей, норм. Но человека после операции, который перенес ее два дня назад, и которому нужно специальное оборудование, специальные кровати, и, в общем, много всего. Я, конечно, вообще, я в шоке. Я в шоке. Все-таки симптомы у меня начались. Действительно поднялась температура, у меня пропало обоняние, у меня пропал вкус, у меня была сильная слабость. Софья две недели провела в изоляции, в госпитале. К ней, как и ко всем пациентам, приходили близкие, с едой и необходимыми вещами. В больнице не было даже туалетной бумаги. У девушки взяли четыре маска, но результатов анализа на коронавирус она до сих пор не знает, хотя находилась в непосредственном контакте с больной. Несмотря на то, что меня выписали, у меня до сих пор нету подтверждения, у меня нету документов, которые подтверждают, был у меня коронавирус или не было. Сейчас Софья чувствует себя хорошо, находится в Петербурге и ждет, когда, наконец, сможет вернуться домой. Болела ли она, скорее всего, сможет узнать уже в Барнауле, сдав анализ на антитела к коронавирусу. Дарей Демиллер, День с толком.